МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 900 дней ада. В канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жители непокоренного города на Неве получают почетные знаки, подарки и делятся воспоминаниями. В 42-й год мы пережили эту зиму. Не было ничего, вот осенью, ни одной травины в Ленинграде. Все было съедено. Абсолютно все, что живое, бегало, все было съедено. Татьянин день. Студенты Зареченского технологического института отметили профессиональный праздник. Кто такой студент? Студент – это отражение мира, страны, города, помноженное на горящие глаза, на желание узнать что-то новое, на желание встретить новых интересных людей. В скорости не сбрасывай на ворожах. Зареченцы заняли 7 призовых мест на втором этапе открытого Кубка Пензенской области по автомодельному спорту. Съездил хорошо. Во-первых, опробовал новые, так сказать, экспериментальные вещи, новую модель, новый корпус. Даже на этом корпусе взял первое место. Взял в итоге два первых места, на одной модели третья. И теперь об этих и других новостях подробнее. Первые церемонии вручения почетных знаков в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда состоялись в российских регионах. Накануне юбилея полного освобождения города на Неве от блокады немецкими и финскими войсками и их союзниками в российский регион отправили свыше 10 400 почетных знаков в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Всего же до 27 января почетный знак получит более 60 тысяч ветеранов и жителей блокадного города. В Заречном в настоящее время проживают 5 человек, переживших 900 дней ада. Первыми почетные знаки и подарки получили супруги Молковы, дети блокадного города. Лилии Молковы было всего 3 года, когда началась Великая Отечественная война. Несмотря на это, она помнит очень многое. Как уходил на фронт отец, как в сентябре 1941-го началась блокада Ленинграда и детей было решено вывезти из окруженного города. Мама детей готовила. Мама нас тоже готовила к эвакуации. На первый поезд мы не успели, на Кавказ отправлялся. И этот первый поезд был разбомблен весь. Он не дошел. И после этого мама сказала, дети, эвакуироваться не будем, погибать будем вместе в Ленинграде. Лилия Григорьевна осталась в Ленинграде вместе с мамой и старшим братом. Из ярких образов, врезавшихся в память, буржуйка в центре комнаты, занавешанное одеялом окно для светомаскировки и крохотные кусочки блокадного хлеба, которые были дороже всех сокровищ мира. Мама приходила с работы, приносила вот эту норму хлеба на всех и к столу резать. А мы с братом с двух сторон на стульях, на коленях смотрим, как с ножа крошечка где упала. Вот так. Хлеб, конечно, был, это не хлеб, но это был хлеб, 125 грамм. На работу мама уходила утром, ложила нас на кровать. Брата в одну сторону, меня в другую, вальтом. Под подушку, по кусочку хлеба нам оставляла. Ходила на работу. Лилия Григорьевна рассказывает, мама вспоминала, что дети не плакали, не просили все время есть. Они вместе со взрослыми в нечеловеческих условиях выживали в отрезанном от большой земли Ленинграде. В 42-й год мы пережили эту зиму. Не было ничего вот осенью, ни одной травины в Ленинграде. Все было съедено, абсолютно все, что живое бегало, все было съедено. В январе 1943-го советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда. Детей решили эвакуировать. Они бы не смогли и дальше справляться с голодом и болезнями. В марте Лилия Григорьевна вместе с семьей уехала из осажденного города. Ночью бомбили непрерывно над Ладогой. Мы на том берегу нас встречали машины, я уже не знаю, полутортонкие или трехтонкие, довоенные грузовики с досками. И была страшная распутница на берегу. Это машины по полколеса вязали. Муж Лилии Григорьевны, Олег Николаевич, тоже из города на Неве. Его родители были военнообязанными. Мама – врач, отец занимался строительством аэродромов вокруг Ленинграда. Мальчика отправили в детский дом. В конце 1942 года эвакуировали в Горьковскую область с детским домом. Есть такое большое село Толба в Горьковской области. В Горьковской области меня нашла бабушка. И отправили мимо, то есть за мной приехали в детский дом и отправили в город Чапаевск. Я отец сработал, смотрю на каком-то военном предприятии. Супруги Малковы признаются, вспоминать обо всем этом тяжело. Душевные раны, полученные в детстве, болят по-прежнему. Но есть в сердце и радость от того, что все это закончилось уже 80 лет назад. Накануне вот этой вот знаменательной, я считаю, радостной даты 80-летия снятия полной блокады, освобождения Ленинграда от фашистов, вот я со всей душой хочу вас поздравить с этим замечательным событием. Глава Заречного передал Лилии и Олегу Малковым почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и подарки от губернатора Пензенской области. Он пригласил их принять участие в памятной акции «Блокадный хлеб», которая состоится 27 января в сквере юбилейной. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Всего несколько дней остается у зареченцев, чтобы предложить городское общественное пространство для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малогородах и исторических поселениях. Отбор территорий для благоустройства проводит Минстрой России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В случае победы в конкурсе государство финансирует благоустройство, предложенное жителями общественной территории. «Заречный» уже дважды лидировал в этом всероссийском проекте. Благодаря этому город получил федеральные средства на реновацию Центрального парка культуры и отдыха «Заречья». Что отремонтировать в 2025 году, снова решать самим горожанам. Одно из условий – предложенная территория должна быть общественным пространством, которое посещает большое количество людей. Рядом находятся крупные учреждения, школы, многоквартирные дома. Таким критериям соответствует, например, сквер Димакова. Соответствующие требованиям конкурса предложения принимаются в городской администрации в кабинете номер 216. Предложения также можно отправить письмом по адресу Проспект 30-летия Победы, 27, либо на электронную почту agmsobako.zarechnay.zata.ru Прием предложений продлится до 31 января. После этого стартует второй этап подготовки конкурсной заявки. Зареченцы будут в фокус-группах обсуждать, что бы они хотели видеть на территории, которая наберет максимальное число голосов. Ну а зареченцы могут стать волонтерами, чтобы помогать другим горожанам голосовать за объекты благоустройства. Всероссийское голосование за преображение общественных пространств проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Концепция проекта предполагает активное участие граждан в выборе мест для благоустройства. В Зареченском проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. За это время было благоустроено 13 дворовых территорий и 7 крупных общественных пространств. В этом году зареченцам также предлагается определить территорию, которую приведут в порядок в 2025 году. Помогать горожанам сделать выбор будут волонтеры. Набор добровольцев уже стартовал. Волонтерам предстоит работать в учебных заведениях, на массовых мероприятиях, на предприятиях, в общественных местах, чтобы свой голос в пользу комфортной среды и дальнейшего благоустройства смогли отдать как можно больше жителей города. Стать волонтером может любой горожанин старше 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе добро.рф. Подробнее о подготовке волонтеров, их обучении, работе по организации голосования и участию в других добровольческих проектах мы сегодня поговорим с советником отдела городской администрации Михаилом Лемуковым. Не пропустите актуальное интервью в финале информационной программы. А пока к другим новостям. Свой профессиональный праздник отметила российское студенчество. В Татьянин день дружная семья студентов и преподавателей Зареченского технологического института устроила традиционный розыгрыш Кубка Стар Тинейджер. На один вечер забыть о лекциях, зачетах, семинарах, экзаменах. День российского студенчества – это праздник молодости, радости жизни, устремленности в будущее. Я вам желаю провести студенческую жизнь так ярко, чтобы потом на всю жизнь восхватила эмоции. И мы надеемся, что многие из вас придут к нам на предприятие и станут сотрудниками государственной корпорации. Но это позже. А пока дружная студенческая семья Зареченского технологического института по уже сложившейся традиции собралась в гостеприимном зале Центра здоровья и досуга, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Кто такой студент? Студент – это отражение мира, страны, города, помноженное на горящие глаза, на желание узнать что-то новое, на желание встретить новых интересных людей. И для этого отражения оно мне нравится. С праздником! Свою креативность, фантазию, остроумие, командный дух студенты единственного в Заречном вуза продемонстрировали в турнире «Стар Тинейджер». 12 команд сразились в четырех конкурсах, определяли лучшего капитана, устраивали танцевальный батл, становились героями репродукций картин русских художников, удивляли вокальными способностями. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Победителей конкурса «Стар Тинейджер» наградили кубком, а студентам, наиболее отличившимся в учебе и общественной жизни, вручили благодарности главы города. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы заняли призовые места на втором этапе открытого Кубка Пензенской области по автомодельному спорту. В состязаниях приняли участие более 60 спортсменов из Пензы, Каменки, Тольятти, Самары, Кузнецкой и Заречного. Нашу сборную представили 8 человек, четверо из них стали призерами. Всему нашим пилотам радиоуправляемых автомобилей удалось завоевать 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали. С подробностями Алексей Лазаренко. Почти до блеска воспитанник Центра детского технического творчества натирает кузов своей автомодели. На управление и скорость это не влияет, зато финиш выглядит эффектно. Здесь в мастерской ЦДТТ ребята чинят и обслуживают свои машины, которые изрядно изнашиваются после больших заездов. Одним из таких стал второй этап открытого Кубка Пензенской области по автомодельному спорту радиоуправляемой модели, где 8 зареченцев представляли наш город. Большие гонки состоялись в Кузнецке, куда прибыло более полусотни участников из Пензы, Каменки, Тольятти, Самары и Кузнецка. Наше соревнование – это аналогичное соревнование фонда МАЗИ. То есть также старт одновременно несколько моделей. На модели стоит чип, который связан с компьютером. И компьютер считает количество кругов, которые пройдет модель каждого участника за определенное время. Побеждать тот, кто за определенное время, для одних моделей это 5 минут, для других 8 минут, кто за это время пойдет в максимальное количество кругов. На Кубке Пензенской области по автомодельному спорту участники выступали в нескольких классах – переднеприводные, заднеприводные и полноприводные машины. Каждая из них ведет себя на гоночном треке по-разному. Эти мини-суперкары способны развивать скорость до 100 км в час. Основные параметры, которые влияют на скорость движения модели, в конечном счетный результат – это техника, которая установлена на модели. Это электродвигатель, регулятор, аккумуляторы. Кроме того, большое значение имеют колеса, в частности, диаметр колеса и покрытие этого колеса в плане сцепления с дорогой. Но техническое оснащение машины – это лишь половина успеха в автомодельном спорте. Не менее важно умение управлять моделью. Для этого необходимы специальные навыки и долгие годы тренировок. Сейчас машины среднемоторные с развесовкой 50 на 50 и управляются. Они достаточно сложны для новичков особенно, потому что все повороты нужно ехать исключительно под газом, иначе машину занесет. То есть есть тонкий момент как раз-таки. И не переборщить с газом, поскольку электромоторы достаточно мощные. Вот, у них большой крутящий момент. И там очень тонкая грань, чтобы и прижать зад машины ускорением, и не переборщить с ним, чтобы не начали пробуксовывать колеса. Павел Митясов – один из самых опытных гонщиков Центра детского технического творчества. Он дважды становился чемпионом России среди взрослых. В миниатюрном автоспорте Павелу уже 8 лет. Благодаря своему опыту он сумел блестяще выступить на Кубке Пензенской области по автомодельному спорту в Кузнецке в классе полноприводных машин. Откатал нормально, как всегда в начале, не очень. Запорол квалификации и стартовал пятым в финале. Но все-таки выцепил первое место. Еще один чемпион – Ярослав Прокуденков. В автомодельном спорте он уже 5 лет. Ярослав выступает в классе заднеприводных машин, то есть тех, где крутящий момент передается на задние колеса. Секрет его достижений, считает Ярослав, – газ до отказа. Лично я езжу без тормоза почти. Съездил хорошо. Во-первых, опробовал новые, так сказать, экспериментальные вещи, новую модель, новый корпус. Даже на этом корпусе взял первое место. Взял в итоге два первых места. На одной модели третья. Не получилось. Четверо из восьми автомоделистов, представлявших Заречный на областных состязаниях, стали призерами. В классе TC10 полноприводные автомобили Кирилл Лунев и Глеб Ерин заняли третье место. Золото в этой категории завоевал Павел Митясов, проехав 36 кругов за 5 минут. В классе RCE12 заднеприводных автомобилей Егор Коркин стал серебряным призером, двукратным чемпионом второго этапа открытого Кубка Пензенской области по автомодельному спорту в категории RCE и GT10 заднеприводных автомоделей стал Ярослав Прокуденков, проехав 72 круга за 8 минут. Кроме этого, Ярослав завоевал еще и бронзу в классе Формула-1. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Волонтерство как стиль жизни и новый путь к самореализации. Как стать добровольцем и помогать в реализации общественно значимых проектов. Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. С 1 по 9 февраля в торговом центре Дубрава распродажа шуб пятигорской фабрики. Норка, мутон, керли, дубленки. Обмен старой шубы на новую. Рассрочка без первоначального взноса. Также в продаже мужские и женские пуховики и куртки. Изделия из вязаной норки. Город Заречный, улица Ленина, 18А. Второй этаж с 9 до 20 часов. Нашли подозрительный предмет в общественном транспорте? Не вскрывайте и не трогайте. Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи предмета. Постарайтесь установить, чья это вещь и кто мог ее оставить. Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю и кондуктору или в экстренные службы. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный в транспорте, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зима без тепла. Замерзаем! Росатом подключился к решению проблем ЖКХ в атомных городах. Как это происходит? Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях советник отдела городской администрации Михаил Лимуков. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, для чего нужны волонтеры для голосования по благоустройству? В каком-то проекте они будут участвовать? Да, волонтеры нужны, и они будут участвовать в проведении онлайн-голосования за выбор территории для благоустройства в городе Заречном в 2025 году. Уже не первый год такое голосование проводится. Жители города выбирают ту территорию, которая на будущий год будет благоустраиваться. Волонтеры помогают жителям вовлекаться в процесс, связанный с выбором территории, влиять на то, какие именно мероприятия будут производить за счет того, что они обратную связь устанавливают. Ну и плюс, опять-таки, знакомят жителей с возможностью онлайн-голосования. Их задача, основная волонтеров, вы уже сказали, для чего, но в чем будет заключаться их основная задача, процесс сам? Понятно. Основная задача будет заключаться в том, что волонтер будет находиться на его устройстве, электронном смартфоне, такая упрощенная версия платформы, где как раз граждане могут проголосовать за выбор территории. Это федеральная площадка, она будет работать по всей стране. Каждый житель может проголосовать, допустим, со своего персонального компьютера за территорию на этой федеральной площадке. Площадка, кстати, называется «Загородсреда.ру». А у волонтера она как бы более в простом виде сделана, и он может за счет подтверждения того, что именно человек голосует, потому что на его номер телефона будет приходить смс с подтверждением его голоса, вот этот голос принимать и за необходимую территорию, как бы указанную жителям, голосовать. И получается, таким образом, будет идти процесс параллельно не только, скажем так, с рабочих мест, где находятся персональные компьютеры дома, а именно на улицах, на мероприятиях, там, может быть, на предприятиях. Волонтеры также выходят, работают. То есть за тот период времени, который отведен по условиям проведения онлайн-голосования, волонтерам максимально большее число жителей могут охватить и, скажем так, повлиять своим мнением жителей города на выбор той или иной общественной территории для благоустройства. Михаил, вот у вас уже есть солидный такой опыт по организации проведения всероссийских онлайн-голосований за объятое благоустройство. И вот вы из Ореченка Карина Немакина даже награждены благодарственными письмами Минстроя России. Что побудило вас стать волонтером голосований? И сложно ли было организовать вот эту вот работу, принять решение? И чем она была вам интересна? Ну, значит, действительно так и было. Были награждены благодарственными письмами Минстроя России. И вот очень, как бы, это приятно, что работа замечена. Но на самом деле хотелось бы сказать, что таких волонтеров гораздо больше, кто внес огромный ощутимый вклад в этот весь процесс голосования. Поэтому то, что, как бы, я и еще один волонтер был награжден всего лишь. Ну, это, к сожалению, только, наверное, двоих отметили. Я еще раз говорю, что их гораздо больше. Это, как бы, сейчас, наверное, нет смысла перечислять имена всех волонтеров. Но это было больше десятка активных волонтеров, которые дали очень большой результат. Как был вовлечен в эту работу? Ну, во-первых, как бы и работа повлияла на это, и желание действительно соприкоснуться с тем, что где еще, скажем так, люди в силу определенных обстоятельств не дошли, не познакомились с технологиями, не знают про голосование. Вот рассказать больше, донести. Вот. Наверное, этот вариант. С чем сталкиваешься в процессе работы волонтера? Ну, это, во-первых, с большим количеством вопросов, которые люди задают. Вот. К сожалению, наше время сейчас цифровое. Там есть и такие варианты, что люди не доверяют подобным голосованиям. Да, как бы боятся. Вот. Объясняешь им, что, находясь рядом, что вот мы сейчас с вами, СМС-сообщение, оно сформировано, вот только что вы видели, я его вам сейчас, как бы, предлагаю ваш телефон сказать, и оно тут же приходит. То есть это не мошенник, это вот живой человек. Ну, об этом мы чуть позже поговорим. Да, да, да. Вот. Ну, и, конечно же, видишь, что люди реально начинают смотреть, какие территории. Говорят, мы здесь живем, мы живем здесь, мы вот ходим туда гулять. Вот хотелось бы здесь, чтобы благоустроили. И на самом деле так получается, что вот, ну, какое-то количество голосов было больше за эту территорию, соответственно, благоустроили это. Территории остаются, скажем так, те, которые не благоустроены, а будущий год могут жители выбирать. Вот. И, пожалуйста, влиять на ту территорию, которая будет в будущем выбрана. Для вас лично и для ваших, ну, коллег, наверное, волонтеров, да, что интереснее, это действительно некое влияние на развитие города, на его благоустройство, место, в котором мы живем, или это общение с людьми? Ну, это, конечно же, влияние на то, как будет выглядеть город в будущем, конечно же. И, естественно, проходишь через общение с людьми. Люди, на самом деле, разные. Большинство из них приветливые, общительные, положительные, с теми, с кем посложнее работать. Естественно, как бы мысль находит развитие тогда, когда встречается с трудностями, поэтому объясняешь им, как-то доводишь до них эту информацию. И люди все равно так или иначе, ну, понимают, они делают осознанные выборы. Это хорошо. Вот. Михаил, а кто может стать волонтером? Есть ли какие-то возрастные ограничения, я не знаю, там, профессиональные какие-то предпочтения? Значит, волонтером может стать человек старше 14 лет. Для этого он должен зарегистрироваться на сайте добро.ру. Это большая платформа цифровых сервисов. И получить, по сути дела, такой как бы персональный номер волонтера. И как волонтер, который зарегистрирован на этом сайте, он может выбирать любые подходящие под его интересы добрые дела. Одно из добрых дел – это голосование за общественную территорию, подать заявку. И, собственно, после одобрения заявки, после проведения онлайн-обучения за счет просмотра фильмов и затем тестирования, человек получает сертификат, что он волонтер. Вот по этому доброму делу он получил обучение, подтвердил свою квалификацию и может работать. И, собственно, вот дальше начинается работа. Михаил, а все это обязательно онлайн только? Или есть какие-то другие формы для того, чтобы зарегистрироваться, стать волонтером, куда-то прийти, например, вживую? Вот я знаю, в ровеснике у нас волонтеры. То есть или только вот онлайн? Ну, только онлайн. Почему? Потому что в сервис цифровой никаких бумажных письм написать никуда не нужно. Единственное, что можно прийти за помощью в ровесник молодежи досуговой центра и с помощью специалистов центра эту заявку, собственно, онлайн подать. Они помогут, объяснят. Но, скажем так, в принципе, все те, кто волонтером становится, уже понимают, как это работает, что онлайн голосование, что есть сайт, что подача онлайн в форме происходит. Вот. И, собственно, как бы очень все просто и доступно. Вот вы сказали, хотелось бы, чтобы вы пояснили, то есть если человек регистрируется в качестве волонтера, обязательно ли он регистрируется по конкретному проекту, ну, голосование за благоустройство? Нет. Или он уже просто становится волонтером, который сам для себя выбирает? Да, да, да. Он становится волонтером. У него будет идти верификация его часов волонтерских. У него будет идти, ну, скажем так, ну, определенный стаж работы как волонтера. И дальше он уже, там момент, когда он регистрируется, он указывает в сферу своих интересов. Там, допустим, урбанистика, там, какое-то путешествие, какие-то спортивные мероприятия. И он таким образом, как бы, дает для себя возможность увидеть подборку предлагаемых мероприятий, которые есть, скажем так, там есть и региональные, там есть и федеральные предложения, куда человек может подать заявку, если его что-то заинтересует. Вот. Поэтому вот эта, как бы, регистрация на этом сайте, она не только даст возможность волонтеру для города послужить, да, но и для, собственно, скажем так, роста, как, скажем так, как волонтера и как, ну, активного гражданина, гражданина с активной позиции, ну, скажем так, себя реализовать. И поучаствовать, может быть, в организации каких-то крупных федеральных проектов. Ну да, как это у нас было у волонтера, которые ездили на организацию Чемпионата мира по футболу. Да, 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 это вот так же. Вот о том, как будет проходить подготовка, вы уже рассказали. А будут ли у волонтеров какие-то документы? Вы сказали, что присваивается онлайн, цифровой номер. Например, если вот на улице подходит ко мне человек и говорит, а вот, не хотите ли проголосовать? Ну, в наш век вы сами знаете, да, вот эти телефонные мошенники и вот как бы люди боятся, да? Да, согласен. Будут ли у них какие-то удостоверения личности, форма какая-то определенная? Как отличить? Ну, во-первых, у них есть сертификат, где указано фамилия, имя, отчество человека. У человека могут быть с собой документы, если, конечно, будет уже настолько, как бы, серьезно разговорить, что вы тот человек, за которого себя вы даете. Вот, но по практике скажу, что такие вопросы, ну, не возникали, как бы, не то, что нас народ доверчив, да. Но как-то вот мы всегда приходили командой и как-то про нас говорят, что вот сейчас идет именно такая работа в СМИ, это все равно информация присутствует. И люди знают, что, да, действительно, вот волонтерская такая работа сейчас осуществляется и такая деятельность есть. И поэтому те, кого не встречают, это именно те люди, которые вот в этом голосовании принимают участие. Михаил, если возникают вопросы у потенциальных волонтеров, куда можно обратиться, ну, вот, чтобы помогли? То есть, вот, нужно ли обращаться к вам в администрацию или нужно обращаться, может быть, за консультацией какой-то дополнительной, за оказанием помощи? То есть, вот, захотелось человеку стать волонтером, куда можно вот за помощью какой-то? Или просто поговорить о том, что это такое? Хорошо, хорошо. Я назову, куда можно сходить, это можно обратиться ко мне на рабочий телефон 652529 отдела городской инфраструктуры, жилищной политики администрации города Заречного. Всегда на ваши вопросы о том, как стать волонтером в целом и по мероприятию, по голосованию за выбор территории для благоустройства подскажу. Могут помочь специалисты молодежи досугого центра «Ровесник», которые также будут этой работой заниматься, потому что там будет такой городской штаб образован, который будет информацию всю суммировать и координировать. Ну, для тех, кто пробует сейчас, прям уже все сейчас как бы понял и думает, что какой же следующий шаг сделать, чтобы стать волонтером, это зайти на сайт добро.ру. Если вы не зарегистрированы, зарегистрироваться, заполнить форму и дальше уже через поиск мероприятий ввести в поиски благоустройства территории. И вам будут как раз открыты вот эти, скажем так, предложения для подачи заявки именно на это мероприятие. Михаил, и в завершение, какие-то сроки вот сейчас по данному конкретному проекту по благоустройству голосования Всероссийского выбора территории, по благоустройству, какие-то сроки есть? Уже сейчас нужно срочно это делать и до какого периода, и когда будет вот проходить? То есть, когда мы увидим волонтеров на улице? Понял, понял. Значит, в этом году онлайн-голосование откроется 15 марта. Оно уже очень скоро. Оно продлится традиционные полтора месяца и завершится 30 апреля. Уже сейчас на территории Российской Федерации дан старт для регистрации волонтеров. Это уже можно делать сегодня. После того, как волонтер зарегистрируем, он подает заявку на, опять, как я уже говорил, на мероприятии. Дальше мы уже будем видеть, кто этот человек. У нас будет выборка, что по Заречному такие-таки волонтеры есть. И уже можем с ними связываться и договориться о месте организационной встречи по Заречному. Расскажем, какие приложения волонтеру нужно будет установить на свой телефон, чтобы как раз этой работой заниматься. Ну и, собственно, вот дальше так и работу организовывать. То есть, первый шаг – онлайн-заявка регистрация на сайте добро.ру. Телефон уже указал. Так что обращайтесь, приходите, помогайте городу благоустроиться. Вот, да, обращайтесь, приходите. И вот сколько вы хотели бы видеть волонтеров? Ну, как какой-то минимум? Ну, минимум, опять основываясь на той работе, которая за плечами практическая. Ну, где-то порядка 25 – это активные волонтеры. Из 25 активных волонтеров можно выделить еще одну половину, которая большее количество голосов дает. Вот так вот по половинкам поднимать, поднимать их уровень работоспособности. А так у нас где-то порядка 65-75 волонтеров в разные годы эта цифра поднимается. И вот еще, наверное, какой-то момент такой есть сказать, что регистрация жителя как волонтера, она будет идти практически до последнего дня онлайн-голосования. То есть и 15 марта, и 29 апреля вы можете зарегистрироваться как волонтер и какие-то там свои 10, 15, 20 голосов своих друзей и знакомых получить и внести их в общую победу. Михаил, большое спасибо вам за участие в нашей программе. И удачи вам в этом благородном деле, потому что действительно, ну, горожане должны сделать свой выбор. Ну да, город наш общий. Да, город для нас. Спасибо. Спасибо большое. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и хороших вам выходных. «Заречный» и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»